Сегодня в лучших реплеях будет очень классная каточка красивая на PL01 игрок под ником инквизитор докажет что иногда скилл и везение очень сильно продлевает вам жизнь я бы сказал афелия в этом плане отдыхает что за каточка у нас сегодня будет но у нас с одной стороны вроде бы 7 на 7 да и такие каточки некоторые не любят но иногда 7 на 7 получается не хуже боев 15 на 15 по крайней мере по напряжению уж точно да и в общем-то по домашке стандартная позиция для лтшек на этой карте и здесь конечно пятнашка просто ошибается никто никогда так не делайте как пятнашка начале боя вот так проезжать да хоть начале боя другой стороны хоть в конце боя в тупой проезжает и дарит две с половиной тысячи домашки тут еще и пл к высвечивается правда здесь он сам ловит лампу аккуратненько сразу отымляется заезжает за здание все в общем начинается красиво пока у нас небольшая пауза напоминаю да что если у вас есть хорошие реплей чеки то присылайте мне их под видео в описании есть ссылка на вк и дискорд присылайте файлик с реплеем и скриншоты результатов боя которые вы увидите в конце но и самое главное что именно нужен файлик не забывайте да кто попадает в эту рубрику получает от меня месяц прямо и так какие расклады но очевидно что в городе все печально там один леклерк но с другой стороны который проехал уже почти на их рез и никого не встретил остальные все союзники на горочке встретили противников перестреливаются вроде бы должно быть по крайней мере там все нормально город ну по крайней мере пока по мини карте судя по всему они бросили поэтому можно аккуратненько спокойно здесь постоять по отстреливать но не тут то было тут заезжает стр в 2000 и говорит картон идите сюда он выбирает целью к счастью к 21 взводного и начинает его расстреливать в это время пл к умудряются конечно все реализовывать реализовывает абсолютно весь барабан кроме самого важного последнего выстрела который танкует дает ему гусеницы и тут вроде бы все так было красиво сейчас на легке надо было стр вешку разваливать и все и ехать дальше но нет он не добивает ловит жесточайшую плюху кумулем на 1200 остается с 21 хп правда стр вешка все также остается тоже шотной и тут начинаются небольшие качели стр веха боится выезжать естественно плки тоже и тот он делает грамотный в общем-то ход от дымляется и начинает уезжать и тут ловит впереди себя драка откидывает дымы очень грамотно и вовремя начинает после дымов отъезжать в сторону и только благодаря этому танкует выстрелы от драка тут еще и пл к стреляла оказывается не пробила здесь опять же кидает сразу же дымы начинает раздамаживать из-под дымов пл ку вторую стр веха в это время его не догоняет сзади и он каким-то просто невероятным чудом просто реально чудом выживает из этого ну как бы стопроцентного гэгэшного состояния но то есть там позиция такая была что ты выезжаешь и вот он встречает тебя драка фуловый и все это в ангар у тебя 21 хп но нет он все-таки выживает здесь получается до гонку стреляют плки но она уезжает и тем временем расклады жесткие в общем-то уже много было разменов счет уже 33 и в целом у них есть две плки и шотная стр в х у союзников остался уже только союзный или клерк правда фуловый опять же но и дальше начинаем просто помимо того что он уже танканул начинаем считать дальше его невероятное просто везение и вот она просто пл к кумуля дает опять не пробивает хотя казалось бы кумулятивно осколочные должны были сейчас его похоронить пл к подметкой начинает гнаться за ним он естественно в очень вовремя начинает перемещаться и в целом он это делает здесь но в течение всего боя боя очень грамотно до перемещения перемещение дает себя закрыть тем более когда у тебя хпшки нету ты должен это делать естественно максимально быстро и даже вот здесь ловит лампу кидает дым и начинает из стороны в сторону вилять чтобы пл к его не забрала получается спокойно уехать и дальше нужно немножко передохнуть леклерк подъехал в целом ситуация по бою неплохая у него есть союзник фуловый на леклерке хотя это конечно всегда может быстренько против двух табелок очень быстро может все измениться но пока в целом главное что успел опять же убежать и теперь нужно понять где противники куда они разъехались и что с ними делать там еще помогает снайперша его подсвечивать чуть-почуть леклерк лишая решает давануть и проехать немножко дальше через центр и здесь где-то каталась пылка которая за ним гналась и нужно это учитывать потому что она сейчас может какой-то момент пересветить и сразу же отправить его в ангар вообще без шансов эстер веха там как-то на секундочку вроде бы высвечивается но начинает уезжать леклерк по идее эстер веха сейчас конечно же фугасом каким-нибудь должен гасить и дальше гнаться за пылками в этой ситуации когда у тебя опять же мало прочности не стоит особо там куда-то ломиться нужно играть ну максимально аккуратно как я всегда говорил все-таки когда ты живой это намного лучше чем когда ты такой и ворвался отдался и все и у тебя нет минус минус ствол в твоей команде просто-напросто когда ты даже если слишком аккуратно там аккуратничаешь слишком но тем не менее ты выживаешь все таки живой ствол это и есть живой ствол но и вроде бы али клерк там нашел одну пылку начинает ее гнать в это время где-то еще одна пылка катается непонятно куда она переместилась и он немножко продвигается на на центр этого острова чтобы отсюда как-то леклерка лучше прикрывать в принципе все правильно делать особо не ломится и вот она вылетает оказывается это шотная пылочка и как раз она идеально подметка здесь бы кинуть дымы но то ли у него дымов не было он стреляет не пробивает сам ловит тоже не пробитие успевает ее добрать это еще одно не пробитие когда у него осталось 21 хп 21 единица прочности я не знаю и вот как здесь не поверишь в этот самый знаете как он миф когда ты становишься шотным ты становишься просто иногда неуязвимы это магия шотника это та самая в общем пл к теперь известно где была хотя опять же леклерк ее в общем-то мог упустить не совсем я здесь понимаю зачем он именно переезжает вот сюда то есть он совершенно далеко уехал от леклерка хотя с другой стороны есть такое подозрение что он то сделал потому что понял что скорее всего пл к могла сейчас проехать на остров к нему то есть леклерк и и как бы догоняет и есть вариант чтобы элочка просто туда приедет и кстати он это думал не зря абсолютно не зря пл к в это время вот она как раз с острова начинает переезжать прям к нему и тут он конечно немножко начинает офигевать от того что союзник находится фиг знает где у него 21 единица прочности и к нему едет пл к почти фуловая что с ней делать но в любом случае на пл ки нужно отыгрывать от больше таких стоячих позиций почему потому что кусты и если вы плюс стоите ну тот самый встроенный камуфляж упалки то есть равно офигительная просто незаметность у него сейчас показывает 38 и 7 но там вообще не 38 и 7 незаметность она гораздо больше получается ну и в общем то он замер что называется преддверии предвкушение просто того что сейчас прилетит пл к его забирать но пл к в это время не показывается то есть скорее всего она переехала через водичку переехала в город но по идее там начинают уже леклерка вроде кто-то развлекать или не попадают непонятно но там снайперша немножко ему там все подпортила в принципе снайпершу забирают и остается опять же непонятным куда поехал пл здесь она все еще не появилась леклерк начинает с той стороны где она раньше была пл как последний раз светилась подъезжать и ну вроде бы получается что скорее всего пл к начинает наворачивать круги в принципе времени для того чтобы догнать ее достаточно много то есть шесть половиной минут за это время можно в любом случае его найти опять же единственное нужно это сделать грамотно потому что если сейчас он умирает то оставляет леклерка один в один с пл к и там фиг знает как пойдет потому что ну сами понимаете пл к пересвечивает ли клерка без проблем просто чудесный барабан и вроде бы как у леклерка есть пешка и тут же ее может уже не стать на всякий случай проверяет здесь каждый куст может быть где-то на острове шикарно просто подлетает очень удачно подлетает и высвечивает кстати в полете вот она пл как раз начинает переезжать она уже круголя дала начинает переезжать к союзнику и здесь нужно опять же быстренько делать дистанцию и ждать союзника здесь он очень конечно опасно начинает уезжать я бы все-таки вокруг острова наверно скорее всего крутился бы чтобы наверняка успеть уехать но в целом нормально в него получается отъехать и занять хорошую позицию на как раз таки напротив этого острова чтобы пл к высветить если пл где-то будет здесь но пл к пока не высвечивается ли клерк опять же продолжает гнаться за ней догонять ее хотя я не понимаю зачем он поехал именно так надо было сразу просто срезать и поехать на остров но может быть он наверняка решил проехать максимально по дальнему радиусу чтобы там нигде пл к в это время не успела спрятаться и вот она высвечивается в последний момент дает ему плюху не засвечивается и пл к в тупую начинает дальше подъезжать подставляться вторую плюху и тут он ловит лампу но успевает его на последних просто секундах все-таки добрать перед тем как опять же в него пл к выстрелит и это конечно шикарная везучая очень и в то же время скиловая каточка с 11 тысячами урона и победкой как вам такая каточка ставьте лайки присылайте свои реплеи всем пока